А теперь об этих и других событиях подробно. Стена позора выросла сегодня перед зданием парламента. На ней фотографии политиков, которые покушались в этом году на свободу прессы. Акцию организовал Центр независимой журналистики. Ее цель – привлечь внимание властей и общественности к проблемам СМИ. Панно позора у здания парламента Центр независимой журналистики монтирует каждый год. Может, на этот раз власти поймут, что пресса в демократической стране должна быть свободной. У нас же на этот счет пока серьезные проблемы. Они изменили или пытались изменить некоторые законодательные акты. В случае, если эти поправки примут, то деятельность некоторых СМИ будет заблокирована. Это касается онлайн-изданий и цензуры в интернете. И не в последнюю очередь мы говорим о заявлениях некоторых политиков, противоречащих принципам демократического общества. В числе недругов пишущей братья – Михаил Гимпу, Влад Филат, Мариан Лупу, Влад Плохотнюк, Илан Шор, Рената Усатый. В позорный список также попал премьер Павел Филипп, глава МВД Александр Жиздан, спикер Андриан Кандо, депутаты социалисты Владимир Цуркан, Эдуард Смирнов, Григорий Новак и Адриан Лебединский. Они и другие политики должны заниматься своим делом, а пресса – своим, считают в Центре независимой журналистики. В этом году больше случаев блокирования доступа к информации. Охрана некоторых политиков не пропускала журналистов, а в некоторых случаях даже применяла физическую силу. Напомню, случаи, когда всю прессу закрыли в офисе одной из партий и так далее. Невозможно, с одной стороны, выступать за евроинтеграцию, с другой – говорить, что пресса слишком вольно критикует, добавила исполнительный директор Центра независимой журналистики. Сегодняшняя акция является частью мероприятий, приуроченных к Всемирному дню свободы печати. Следующий марш солидарности СМИ состоится завтра.